Ваша честь, я внимательно слушал выступление прокурора и хочу следующее. Первое, они говорят, что это череда лжи, неправильных фактов, и они противоречат не только правде, но и тому, что сами говорили на прошлом расследовании суда. Оно было давно уже, но я хорошо помню, что они там говорили. В первую очередь, они говорят, что решение Ларисы Цокол не обгрунтовано. Решение про Орес Донгадзе изложено, насколько я понимаю, на пяти страницах. Лариса Цокол написала 16 страниц детального текста, и там расписывалось все по пунктам, все так как более обгрунтованное решение. Принять невозможно. Я хочу напомнить, что произошло с ней после этого. После этого в Польте у нее возбудили дисциплинарное действие, и после этого вышел указ президента об реорганизации Печерского суда, то есть ее должны переназначить или не переназначить. Она прямо попала под репрессии. И это имеет прямое отношение к ее решению. Это принято сразу после ее решения через два или три дня. Это первое. Вторая история. Они говорят, что Лариса Цокола сказала, что я не был задержан, но они говорят, что оказывается в ней вручили права, то есть зачитали права присутствия Юрия Деревянко и присутствия Павла Богомазова. Павел Богомазов действительно был в той комнате, он перелез через решетку, обманул СБУшников, что он следователь. Нет. Он сказал, что он следователь, и так он зашел, потому что адвоката не пускали, и они его допустили как следователя СБУ, как своего, и никак он не был допущен как адвокат в комнату. И никак он не мог присутствовать как адвокат Потому что не заявлялся он как адвокат Не приняли его полномочия Это на видео Во-вторых, покажите видео, где деревянка Вы в рай, вы в рун Там деревянка не пускали Вы в рун, прокурор Вы бессовестный в рун Потому что деревянка Была оттуда 500 метров Вы в рун, вы такой же в рун Молодой, как и ваш прокурор Луценко И как ваш президент Вы врете и посмотрите мне в глаза Посмотрите, не отводите в глаза Вы врете Вы только что соврали очень грубо Посмотрите мне в глаза, я говорю Вы в рун Нет, нет, потому что я говорю правду Вы соврали Если я не соврал, пусть покажет видео, где деревянка присутствует Он врет Он врет, как и все Я обращаюсь в вашу честь Но чтобы довести, что я прав И что вы брехали Я хочу, чтобы вы не показали видео Иначе он в рун Вот и все Так, я выбачиваю Я понимаю Но Ваша честь Ваша честь Я отвечаю на опаду Я отвечаю по пунктам По пунктам То, что он говорил Потому что сейчас нас Пускают прямой эфир За этим смотрит Украину международное сообщество И я по пункту прохожу то, что он говорил И только что мы его поймали на грубой лжи И он говорил, что есть видео Пусть это Покажет это видео Это первое Вторая история Значит Они говорили, что Ну если человек Считает, что его неправильно задержали А Лариса Цокол так считает Пусть он пошел Поехал с нами Выяснил дела А грузин, которых задерживали за несколько дней до этого Которая точно так же завалилась СБУ Скрутила им руки Мешок на голову надели Операции командовал начальник охраны Личной охраны президента Порошенко Генерал Гиллитей Их сначала повезли точно так же, как меня На машинах СБУ После чего Им на голову надели мешок Посадили на три вертолета Полетели они в Одессу Посадили под руководством генерала Скорика Вместе с спецназом На паром И отправили в Грузию Они где будут защищать свои права? У нас же есть опыт Каким образом Когда людей похищают Потом им дают защищать Вот это их прокуратура Они сначала похитили трех моих бывших охранников Потом похитили грузинских офицеров Которые защищали Украину Похитили журналистов Руставе-2 И им никто не дал защищать права Да какое у меня было основание верить Вот им После того, как они два раза похищали людей И отправляли их в нарушение всех профессиональных прав Мы когда имеем дело с бандитами То надо ожидать бандитские действия А не то, что у нас будет возможность защищать права Ни Макишвили Ни Шамшишвили Ни Арзианидзе У которого семья осталась Которая вышла в тапочках за лекарствами Никому из них не было дано права Защищать своих права Так какого я должен был ожидать Что мне дадут это право? Вот так они обращаются с гражданами Следующий враньё Они говорят У нас есть доказательство Телефонного разговора Но послушайте внимательно, что они говорят Не то, что этот разговор состоит Они говорят Там голоса Саакашвили И некого Курченко Так вот Вопрос не о том Во-первых, разговора ничего нет И они сами это признают Во-вторых Вопрос не о том, что голоса там или не голоса Вопрос в том Что они дали это До экспертизу Своего, оказывается, какого-то эксперта Бюро Того же института Который фальсифицировал эту запись Лиса привела заказать свой хвост А я хочу вам напомнить Что По-моему, ICTV телекомпания Одна из телекомпаний, которая меня не очень любит Нанял независимый эксперт Независимый эксперт сказал Беседа эта состоит из 24 колеек Не том, если голоса 24 колеек Так вот, я им предлагаю сейчас Войдёт мы Назовём Международность Авторитетное Экспертное агентство И передадим туда Одновременно Записи Оперативной разработки дела Под названием Лолита Так называют Дело ФСБ Попоролю Петро Порошенко На крафологию Порошенко И на Экспертизу Моему бою беседу Я предлагаю найти Одну Поскольку президент Порошенко Обвинял меня Публично Что я агент ФСБ А после этого Были опубликованы документы Что он агент ФСБ Документы Я Я не говорю, что это так Я не обвиняю президента Но я предлагаю Провести в одном Международном агентстве Экспертизу Его Экспертизу Так называемый разговор Не ваша Вы дурак И тогда все станет ясно Передайте вашему начальнику Раз он меня обвиняет Порошенко Я вместе с ним Готов идти Международное агентство И там вместе проверить Его графологию Потому что он никогда Он никогда не отрицал Что он это писал И так называемый разговор Состоит ли он из клейки Из монтажа Потому что вы психопро Вы знаете И даже ваши эксперты Не говорят что это Разговаривают Это их голоса Это их голоса Маленький нюанс Они можно Отнесать Что там мой голос Снять и Клеить его Какой-нибудь Порнографический фильм Завтра Который Луценко Покажет в парламенте Со вздохом Йохами И потому что Весь этот процесс Есть в парнографии Следующая история Следующая история Вы только что узнали От них Что у них вообще Нет никаких доказательств И вы правильно Ваша честь спросили Были ли это Допущие доказательства Оказалось что Ну нет у них доказательств Потому что Взяли у меня Из дома доказательства Но они их украли То ли их украли То ли доказательства Сами сбежали с машины Потому что Это все снимало Множество камер мира Что-то никто не заметил Что доказательства Сбежали Видимо доказательства Были неведимые То что я Оттуда меня достали люди Не я сбежал Достали люди И кстати я хочу сказать Я привязывал Наручниками Знаете кто Меня развязывал Наручниками Догатайтесь трех раз Спецназовый СБУ И говорю Иди отсюда Как бы я лучше Если у меня был наручник Каким образом Что я Гарри Гудини Как я развязывал Эти наручники Хочу спросить Я Копперфилд Или кто А доказательства Как сбежали Камеры же снимали Кто-то видел Много кадров Снимались Отсюда Оттуда Оперативники Такие сяки Где хоть один кадр Что доказательства То есть доказательства Были Но они были невидимы А сейчас их вообще нет Следующее Мы узнали только что Тут есть делегация Днепропетровска Запорожье Вы все на одной машине Приехали Или по дороге Там на поезд Пересаживались На маршрутку Пересаживались На автобус Любой из вас Который сегодня Попадет Два-три Средства транспорта Для прокуратуры Украины Преступник Вы заметаете следы Вы прячете Концы воду Я уверен Что Ваша честь И вы Уважаемые судьи Всегда Придвигайтесь На одной машине И причем Заранее сообщайте Прокурору На какой Потому что Чтобы не было Подозревания Что вы что-то Прячете Я уверен Что Вы всегда С собой Имейте Ваши мобильные Телефоны Даже извиняюсь Когда сортир Ходите Потому что Иначе Вы что-то Хотите Скрыть Я уверен Что никогда В жизни У вас нет Больше Двух Телефонов Одного Телефонов Потому что Это злочинное Намерение Сразу Если у вас Есть два Три Телефонов Только что Они это Говорили Невинным Видом Перед нами Выступают Люди Которые Несут Полную Чушь И мы Обязаны Еще Это Слушать То есть Любой Гражданин Украины Которые Прошлый раз Они говорили Сейчас Поменяли Чуть Что Если вы Используете Вайбер Он не Сказали Ватсап Телеграм Вы хотите Скрыть Свои Преступные Намерения Так Поднимите Руки Кто Здесь Использует Вайбер Ватсап И Телеграм Кто Сегодня Использовал Все Вы Преступники Согласны Им Это Протокол Застание Прошлый Сейчас Чуть Поправили Эту Историю Следующее Оказывается Я Несколько Дни Скрывался Я Так Скрывался Что На сцене Перед Верховной Радой Выступал Со Сцены С Членами Европарламента Луценко И Аваков Которые Хотели Меня Искать Могли Посмотреть В окно И Посмотреть Где Я Сижу Та момента Когда У меня На сорок Поднялась Температура Я Переехал К своему Знакомому Просто Чтобы Лечиться Потому Что Палатка Не самое Лучшее Место В мире Для Лечения При Минус Двадцати Оказывается Я скрывался Так Скрывался Что Все Телекамеры Мира Би-би-си Дольче Велле Все Брали у меня Интервью Только Они Не могли Найти Они Очень Вообще Профессионалы Они же не будут Какой-то Би-би-си Показывать Какие-то члены Европарламента Рядом А я Скрываюсь Оказывается Это Есть Рис Что Я Опять Скроюсь Конечно Скроюсь Я Обязательно Скроюсь Завтра Приезжает Делегация Европейских Парламентов С ними Скроюсь После Завтра Винницы Собираюсь Скрываться После В Днепре Хочу Скрываться Вместе С Членами Горсовета И С Парламента Украины Когда я Иду Отсюда Я Буду Скрываться С Корреспондентом Нью-Йорк Таймс И его Фотографом А можете Посмотреть Я Вчера Скрывался С Корреспондентом Дойче Белле Тима Себастьяна В течение 25 минут В эфире Я Очень Всегда Скрываюсь Михаил Извините В республике Есть дела Душные Я Хочу Просто Сказать У них Есть Свидетель Волк И Заяц Прошлый Понедельник А я Хожу На все Следственные Действия Ваша Честь Я Хожу Я Просвещаю Политолог Технические Следователи Они Спрашивают 30 вопросов Какая У вас Политическая Платформа Как вы Пытаетесь Спасти Украину Я все Рассказал Все Протоколем Зарегистрировано И Они Говорят Мы Должны Допросить Свидетелей Волка Ну Я Законопослушный Понедельник Мы Направляемся В Печерский Суд Чтобы Посмотреть На это Загадочное Животное Волка За полчаса Нам говорят Что волк Что волк Заболел И он Заболел На две Недели Волчанка Такая Специальная Болезь Заболевает Точно На две Недели Так вот У меня Есть Три Версии Как Волк Могли Заполить Ну Во-первых У него То Что у волка Склероз Это все Поняли Потому Что Или То Что он Экстрасенс То есть Заранее Сообщает Это Оказалось Описка Что Что Все У них Ничего Не Сходит Это Просто Описка Когда Ничего Не Сходит Это Описка Почему То Куча Описок Исчезнувшихся Свидетель Что Сбежавшиеся Доказатель Что Описки И Целый Ряд Других Несуразец Но Я хочу Сказать Или Это Уолка Вообще Нет В природе Или Он Сбежал В лес И Оттуда Его Не Могут Вывести Или Третья Прокуратура Всех Насчитает За Лохов Идиотов Потом Они Говорят Если Мы Это Прошлый Раз Я Напомню Что Они Говорили Потому Что У них Тоже Склероз Прошлый Раз Главное Доказатель Что Почему У меня Даже Посадить До Домашний Арест Что У них Молодой Человек Но Памяти Плох Он Говорил Следующее У нас Есть Достоверная Информация ФСБ России У них Почему То С ФСБ Очень Теплые Отношения Поднимите Протокол Там Написано Что Саакашули Убьет ФСБ Если Мы Его Не Докроем Под домашний Арест То Они Сначала Убрали Из Украины Моих Охранников Чтобы Было Легче Убить С мешком На голове А потом Так Хотят Позаботиться О моей Безопасности Говорят Что Мы Если Его Не Арестуем Его ФСБ Уберет Так Вот Прошлый раз Было Это Доказательство Но Еще Интересная Информация Они Сообщили Доверительно Несколько Западным Посольствам Позавчера Что На этот Раз Не ФСБ Хочет Меня Убить А Некоторые Украинские Радикальные Националистические Группы И Посоль Что Нам Передали За что Купили За то Продаем Вот Они Нам Это Говорят Так Вот Почему Они Сообщили Это Очень Интересный Момент Они Говорят Заберите Его Отсюда Пожалуйста Потому Что Мы Не Можем Его Защитить Его Хотят Убить Вот Эти Люди Которые Говорят Что Я Хочу Убежать Параллельно Ведут Переговор Западный Посоль Чтобы Я Или Вам Об этом Не Сообщают Значит То Меня ФСБ Хотело Убить Сейчас Украинские Националисты Хотят Убить А Родное Украинское Государство Хочет Меня Защитить Или Под Домашний Арест Или Где Нибудь Польша Под Варшавой В лесу Чтобы Я Скрывался Поэтому Потому Что Я Официально Заявляю Что Позавчера Украинский МИД Обратился К МИДу Польши С вопросом Согласна Ли Польша На Мою Реадмиссию Это Я Хочу Убежать Или Вы Хотите Чтобы Я Убежал Это Мое Официальное Заявление На Ведение Протокола Было Официальное Обращение Украинских Органических Украинского МИД Официальные Органы Польши С Запросом Про Мою Возможную Реадмиссию Польшу Поэтому Все Это Вранье Они Хотят Меня Выбросить из страны Они Боятся Что Я Уеду Отсюда И Следующее Оказывается Если Я Останусь На Воле Я Буду Координировать Свои Доказательства С курчиками Динник Или Как Ну Винник Динник Как Значит Каким Образом Они По-моему В России Нет Если Я Дома Что Меня Запрещают Мобильник Бомбировать Я Ж Могу Я Много Мобильников Я Ж Мех Меняю То есть Я Могу Из дома Звонить Наверное В Россию Тоже Раз Если Я Из дома В Россию Не Звоню То есть Каким Образом Еще Другим Я Могу Пересечься С этими Двумя Субъектами На территорию Украины Но Они Не этого Боятся Они Боятся Мои Поездки В Винницу Они Боятся Моим Общением С Иностранными Журанистами Они Боятся Наших Публичных Акций Или Уже Что-то Я не перепутал У вас Такой Договорняк С Курченко И так далее Я Глубценко Обращаюсь Что У них Можно Где-то Послезавтра Например В Виннице Встретить Хотел бы Я Посмотреть Как Курченко Выглядит Кстати Поэтому Это Следующее Несуразица Которую Они Так Не Слищут Важным Видом И И Следующее Что происходит С доказательством Потому что они говорили про доказательство Ваша честь Северенов Донгадзе держат в заложниках Чтобы он Потому что у них ничего нет Есть только Какой-то заяц и волк Они думали Захватим 27-летнего парня Но он Слабый Расколется И скажет Что я-то при чем Что я вот В Саакашине Мне поручал Свергать Государственную строй Украины Но Оказалось так Что Человек Молодой Действительно Неопытный Но оказалось Что в отличие от этих У него есть совесть И в отличие от этих Он не хочет врать И в отличие от этих Он сказал Не пойду с вами на сделку И у них большая проблема Потому что Человек Никто не говорит Что я в чем-то участвовал Никто не говорит У меня Оказывается Были доказательства Но они убежали Кроме моей банковой карточки Которая просто Нуль на счету было Не смогла сбежать Бедная От слабости И И у них ничего нет Кроме того Что они говорят Что Привет Привет До свидания До свидания Разговор Который состоит Из 24 склеек Еще в мире Никто никого не судил За привет Привет Разговор Даже если бы он был Настоящим Вот и вся их история Потому они хотят То что они сейчас говорят Чтобы он не скрылся Они очень хотят Чтобы я скрылся Но не дождетесь Никуда я не скроюсь Я буду до конца защищать Не мою правду А правду всех тех Кого вы Мочите К набития Без того Что у них нет глоза Без того Что там нет камер И И И кстати Еще одно Официальное заявление Как мне стало известно Ирина Герашенко Вице-спикер Рады Вышла на людей Медведчука И Настаивает на том Чтобы ДНР ЛНР Запросила Дангадзе В списках по обмену Так вот Я хочу сказать Герашенко Я тебя знал Вас знал Когда вы были еще Перед пресс-пикером Ющенко Когда Вы с него пилинку сбивали Тогда вы выглядели Невинной девушкой какой-то Но нельзя быть такой Подлой и мерзкой Что значит Северон Дангадзе Потерял все в Донецке У него забрали все имущество Он персонал Нонградов ДНР ЛНР И в России И сейчас Из-за того Что у вас нет доказательств На этого человека Который Отказался с вами сотрудничать Они хотят Чтоб Вражеская сторона Забросила Вопрос Чтобы его обменяли Естественно Он откажется Но это будет Вот что мы хотели Что мы говорим Вот вся их комбинация Меня Польшу Северон ДНР Они дальше будут Грабить страну Не дождетесь Не дождетесь Я буду Сражаться до конца Я спасибо Кстати Юле Тимошенко Что пришла И всем остальным Я буду Не только Не буду Ховатись Буду с удовольствием Выступать свидетелем На их суде Я надеюсь Судьи будут Те же самые И там у нас Будут железные Доказательства И мы вас точно Никуда не отпустим Милый Майк Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok